эгегей всем привет с вами акул сегодня будем стримить внезапно вот так вот темки дака как всегда вот на добровольных началах так сказать вот у нас здесь получается 7 демок там любезно драку лишь предоставил вот начнем тогда сразу с первой получается на ватриаре не у него все игра рональд хамп против файф туни и так понимаешь что скорее всего да кота файф туни наверное сейчас посмотрим здесь меня слышно все как бы картинка идет да да вроде все нормально поехали досмотреть конечно если честно не знаю как бы кто здесь так ну мне кажется что так это наверное все таки вот этот никнейм потому что он бы не стал для себя выбрать никнейм какого-то там чувака непонятного мне так скорее вот этого чего-нибудь придумал поэтому я считаю что это именно он сейчас конечно постараемся в этом убедиться судя по его стилю но конечно здесь ов не ставит он здесь пока чек и взаимный криппинг получается с браком зеленые точки ну понятно принципе стандарт на этой карте можно было здесь замутить криппинг на самом деле вот этому эльфу но он решил не рисковать не аркадничать так сказать чтобы они наказали что потому что наказать здесь могут находит его здесь да хочется верить кое-что это так на самом деле ну посмотрим конечно посмотрим даже не так мне кажется что так это вот этот товарищ вряд ли это вот посмотрим просто и потому как висп активно чекает это все таки наверное так синенький вот ну что здесь криппинг хотя вот красный побежал хрен его знает на самом деле я даже не знаю кто из них так надо как-то может по репке посмотреть сейчас ребята посмотрю потому что ну как это неудобно у него же смурф от не сейчас я посмотрю наверное по истории игр сейчас буквально чуть-чуть это время не займет так что там у нас а так ха-ха-ха отлично блин попробую еще пойми теперь кто из них так ладно сейчас тогда на арену просто зайдем посмотрим что чтобы не заморачиваться сильно на эту тему так просто по смурфам сейчас проверим там так ну мы сейчас просто не будем подряд мы сейчас просто сейчас пониклеем пробьем тогда силой мысли так сказать даже я один пробью так ну это вот вряд ли дак наверное все таки хотя нет похож на дака вот рональда хампа выиграл да рональд хамп пор ничего не понимаю ну в общем понятно интересно сейчас посмотрим так ага ясно все понятно хорошо поехали да 5-2 не это так у нас сейчас мы цены поменяем все значит эльф пытался джекнуть но не успел поэтому он сейчас будет сам крикнуть свою точку правда заметил и спал но так успел здесь все будет успевать грамотный такой подвод ау а вот так здесь на крикжек пришел сейчас может арчу попробовать отжать как-то ну скорее всего не убьет потому что она успеет заходиться здесь так вот свою спрятал а то эльф здесь я думаю на колодце даже успеет вылечить да он да в тумане в плане там пропало короче ну и все здесь второй левел на 1 так даже тут чуть отстает я смотрю от товарища эльфа получает моноберна здесь успевает перекупить сапоги но не успевает купить просвет ну видимо денег тогда не было на тот момент вот он решил там арчурку не отменять ну то есть ему сейчас она не особо нужна потому что он другие как бы задумки подкрипнут здесь похоже очень на заготовку под пуш с талонами на т2 вот с добавлением талонов посмотрим хотя нет вот я вижу хан тресхолл наверное все таки будет переход в медведи вот а 5 арчурок наверное это как бы так ну страта такая видимо чтобы там было комфортно крепится во первых потому что карта просто в изобилии состоит из мобов с пирсинговым дэмэджем вот арчурки как раз идеально под это подходит под криппинг таких точек вот ну если здесь демонстрирует так то как он умеет отманевать крипов заедут их тоже смотри не отстает в итоге они поровно забирают крипов хотя вот за синего агра сейчас думаю будет ожесточенная схватка вот здесь просветка есть у обоих сейчас вот начнется битва за огар давайте одну вторую сделаем здесь с моноперных кто добьется а все таки красный ее добивает но так как всегда пиздит шмотка ну клептоманство у него в крови вот плюс 3 к защите не очень артефакт но с другой стороны здесь он и глаз забрал и предмет то есть ну в плюсе в целом хотя с другой стороны забрал вот синего агра он уже поближе к третьему уровню ну поближе туда не считается вот здесь две лорки пошли тир 3 вот наверное сейчас будет да нет пока нету тиры 3 здесь вот нага у нас получается ну стратеги пока так понимаю идентичного обоих будут медведи и битва на т3 уже нас будет ожидать правда вот так вот я не вижу чтобы он взял нагу наверно там кипер делается да вот кипер вот вот арем здесь каких-то два хитрых виспай висели не очень понимаю для чего а и все таки он все таки решил отчинить ауф я понял вот а это тоже почерк так вот он сказал ему дата ауф не играет роли поэтому он его типа отдает вот ну что здесь подбутылка плюс 500 наверно лучше артефакт всех возможных вот ну то есть в принципе наравне с ним можно поставить там 15 секунд ну я считаю они оба очень полезны в целом ну лучше артефакт какой мог выпасть сейчас в данной ситуации для дака на мой взгляд вот а здесь что здесь да как я и говорил ну вот открытие через ряд естественно сначала вот чтобы там чуть что там замедлить где-то там с дисплейлить что-нибудь если вдруг придется да вот здесь про дату эльфа смотрю у хампу быстрее тира намного чем у дака ну видимо какая-то своя задумка такая то есть фаст выход медведя даже без ряд наверное вот а у даку зато будет для быстрее вот первые две может быть я не знаю какой-то анти крипджек для дряда ему нужно либо сам будет как-то крипджек ну не знаю зачем ему сразу две дряда видимо какие-то его тайминги вот ну ладно то есть он в принципе ну видел как бы да что арчорки там наверное у эльфа и ну разведку он не сделал он не знает что там медведи будут поэтому типа перестраховка наверное от талонов тоже в какой-то степени не знаю в общем здесь поделиться нет вот сейчас будет делаться мишки дорогие там по-моему порядка ну так чтобы не соврать 60 дерева стоит по-моему медведь вот или даже 80 не ну 80 наверное то я загнул ну 60 точно стоит или 60 дряда стоит ну я не знаю я не эльф как мне можно простить эти погрешности так здесь чего у нас палка-сосалка ну ни о чем ратифакт на самом деле хотя киперу можно наверное отдать ну такое я бы наверное продал бы его потом уже когда на базу вернулся а так тут чё такой обоюдный крипинг на главные красные точки никто не спешит в принципе наверное правильно вот я смотрю так уже отдает арчорок здесь танкует димкой ну как танкует нет танкует все таки арчорки здесь освобождает он лимитку под медвезей вот пошел грейд на мишек уже а у этого эльфа тоже вот я вижу грейд на медведи но у него как-то вообще не туда не сюда я не знаю видимо он после т2 не подстраивал виспов поэтому что-то по дереву проебался он конкретно так ну тут чё-то дак поубивал столько лучностей своих четвертый уровень уже демон вот здесь только 3 а так сразу ближет на основную красную ну вот это вот мне нравится шаг на самом деле сейчас наверное еще инву перекупит продаст что-нибудь да вот палка сосалка продал вот не знаю уронный браслет может быть зря все таки продал против наги бы хорошо ну заходит ну хотя может быть с тех соображений что чё чё ему боятся сколько одного форки то что ли это уж не андетт там с какой новый форки там тут только один проказ ну не знаю мог бы в принципе оставить ну видимо он вот он решил иначе несколько потому что здесь еще артефакт какой-нибудь выпадет ну не знаю киперу можно было бы передать на самом деле так у него считай личная голда скопилась вот у него 700 голды он ее не знает куда потратить вот потому что дерева у него по сути нет шреддера здесь не нанять это то же самое крик выпадает флейта прозрения здесь выпадает шапка супермена точнее капитана америки ну в принципе как бы оставить можно потому что под демона очень хорошо подходит и агила плюс 4 и сила плюс 4 то есть такой танчик плюс дамаг еще добавляет вот здесь такое интересное прогрызание наверно тактическая какая-то точка не знаю что он хотел этим показать товарищ эльф вот атак не теряя времени сразу бежит на следующую красную точку а вот эльф ну как-то не особо на самом деле крипится ну торчерки у него даже остались я смотрю хотя вот 4-3 тоже в принципе нормально вполне здесь выпадает поиск богатыря 2-6 ну наверное надо демону отдавать хотя слоты все заняты с другой стороны о книга опыта ну да наверно Димка и схватится чтобы быстрее к пятому уровню приблизиться так сказать вот ну и что мы видим сейчас дак сидит в лимите и этот товарищ эльф тоже сидит в лимите у обоих в принципе ну примерно поровну по ресурсам но единственное что у дака лимит более качественный естественно как мы видим друзья потому что 5 медведей а здесь только хотите ну здесь 4 медведя в принципе тоже неплохо ну арчерки они мясные здесь в данной ситуации они здесь вообще никак не зарешают ну что они там могут мудряться косить как-то на шару ну не знаю арчерок от арчерок пора избавляться уже давно я считаю вот в этом я дака поддерживаю по гридам что здесь вот у дака есть один грейд на атаку делается второй на защиту вот я вижу перекупаются наверно сейчас энгулы а нет свиток защиту взял ну в принципе наверное нормально потому что всех наверно не от диспеллиж медведей не каждый эльф догадается с собой битву взять испов вот потому что там от диспеллиж рык он там чего рыкнет там или там вот этот свиток прочитает ну то есть так же не будет нам сразу и рык и свиток он как-то по умному сделает ну то есть видимо этот свиток решает все-таки действительно вот разводят все-таки эльф на телефон дака дерется в невыгодной для себя позиции хотя сейчас муделл снесет на 70 в принципе уже в плюс можно сейчас отойти спокойненько на тп разъем муделл сломал все можно ставить там не знаю экспант или там докрепливать оставшуюся часть карты ну что тут можно закрепить в принципе уже наверно все закреплено ну ключевое то есть там остались какие-то маленькие точки нет даже их не осталось то есть осталась только вот точка у дака да они как-то очень быстро все закрепили даже нам быстрее чем в аденовском мироре вот ну что здесь пятый демон у дака это очень здорово и четвертый на третий ну в принципе сами видите что здесь происходит ну что дак вышел с лимита товарищ эльф тоже вышел с лимита вот у него 65 правда на 70 даку 59 ну это из-за поломанного мунвелла как раз пришлось ему так сказать ужасное средство хотя виск я смотрю полетел наверное просто чекает как бы нычки да 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 вот он летает все проверяет здесь эльф тоже ищет где бы ему покрепаться вот а здесь выпадает амулет энергии ну неплохо неплохо что-то он там выложил а сапоги скороходы ну в принципе да как бы ну я не знаю кипер успеет за всю битву столько корней набросить они же 75 всего стоят не знаю надо смотреть ну в любом случае артефакты оставлять такой не стоит здесь вот ну он демоном демоном короче сапоги забирает вот аэльф что-то бегает 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 вот дак наверняка это замечает когда он палит передвижение эти ну мапхак у него просто вот ему сири подогнал мапхак вот ну и все здесь сейчас наверно диспа повесит на ключевой точке там после того как проверить возможные экспанды вот сейчас будет наверное подготовка к битве я вижу свитки две хилочки даже сейчас вот пора уже рычать сейчас наверное одну вторую поставлю есть по гридам 1-1 на 0-1 все поехали битва тогда у нас режут пошел сразу на первом медведя форкет вот веточку корни на одного из медведей ну и так расплетил медведя вроде так по отдельности каждый бьет вот только сейчас зачитал свиток защиты попозже сейчас наверное свиток будет лечение читать да чуть поздновато зачитал ставнул одного медведя по поводу ставов что у дака только один став а у эльфа вообще нету став вот это ошибка и став дерется против дака то есть он не засейвит ни одного ни мишку здесь не героя а так здесь засейвит ну тут не особо он контролит ну он наверное видит просто в ситуации что летает пятый демон против четвертого ну раз микривает здесь дак на самом деле что тут сказать на самом деле про добитых медведей столько которые думаю он сейчас будет а не вернет бой как товарищи вот ну неплохо неплохо но здесь как-то все равно развалился товарищ вот ну я убирая не особо силен как бы в эльфийском ну наверное тут зарешал свиток защиты довольно таки неплохо зарешал и как я вижу все таки наверное вот эта вот аура кипера тоже очень хорошо зашла второго уровня там больше дамага там 20% урона возвращается вот ну и плюс я думаю более грамотная фокусировка там то есть как-то расплетел по другому вот корни там ну и так далее и так далее микро пусть все получше ну да конечно так вот со стороны смотришь как обывателем сложно сказать ну вот я вижу именно вот преимущества именно в этих то есть почему видла сложилась в сторону дак вот а форкет он как-то ну не особо зашел если честно ну как по мне на самом деле вот потому что ну что форкет там сколько там дамага там 160 по-моему не особо как будто то есть по медведям у которых тысячи жизней ладно там да коэлнову форкет это я да это я понимаю аааа форкет ну не ну он здоровский в том плане что можно героя там фокуснуть туда сюда ну не знаю кипер вот я смотрю кипер он прикольнее смотрится ауру делает и чуть что может корней вкопать ну посмотрим сейчас конечно ну не знаю на мой взгляд ошибка что вот этот эльф не строит дрят потому что ну как бы не диспелят корни ну хотя бы без полбаса выбрал битву что ли тут в принципе по лимитам даже равны ну хорошие макро демонстрирует товарища рональд вот могли бы нам а у него здесь экспант стал начал работать я думаю сейчас так будет за это наказывать вот у него правда как он уже почти 700 гаут и отработал уже окупился можно сказать ну все сейчас надо давать битву лимит в принципе равны вот здесь пошла закопочка ну и можно фокуснуть наверное да окружить ну здесь он на самом деле окружил чисто своего медведя ну да косяк чисто рональд да что он не сориентировался своего медведя не подвинул вот ну так тоже как бы не растерялся сразу окружил нормально тут минус экспант наверное будет все хотя я и не думаю что их так просто его отдаст надо делать ну став не купил тоже косяк здесь вот так употребляли строить дерево ну вот все понеслась снова свиток защиты вот я вижу монотберн фанаги медведя расплетел вообще я так смотрю ну где то старается там тремя одного пить где то один на один вот дерутся они вот все время в корнях медведя вот ну по поводу свитков свитки вроде кончились ну что здесь фокус демон минус демон шестой демонтантер читает ульту вот ну размиклил здесь конечно размиклил салат красиво получилось да ну в принципе неплохой такой эльф против дак играл я могу вам сказать мне понравился вот то есть и по лимитам да вот он дал сопротивление по героям в принципе ну конечно просел по криппинку там по уровню да отстал но дал какое-то сопротивление навязал в целом борьбу экспант поставил опять же вот неплохой такой эльф в принципе процентов на 60 точно тянет я думаю так ну следующее тогда смотрим на эхо вот здесь я думаю ну выбор очевиден здесь так за эльфов был против хумана любимый мачап дака вот он любит очень насиловать хуманов на эхо ну я думаю для дака хорошая карта потому что она контактная она удобная здесь можно и баллистами экспант запушить и вообще против реглопуша удобно играть потому что можно как бы держать хумана так на таком на коротком поводке тем более с разведкой дака там постоянно демоном напрягаешь бегаешь там беспол по карте развешиваешь хуману там что остается там кентеленый так бегать как крыса бегать там гриппить пробовать что-то такое ну так я думаю такое накажет а если еще сюда хуман побежит то это вообще забей вот посмотрим хантрес фирменный ничего необычного то есть его стратегии я не вижу да вот хуман даже и побежал сюда ну все сейчас надо короче наказывать вот диспо уже один прошел то есть минус 50 маны архимага ну тут правда на регене маны конечно с другой стороны может сейчас кстати задисплейлить да вот все лишить его еще маны сейчас моноберн пройдет ну вот правда к сожалению не успеет так забрать здесь главного товарища и хуман успел выкупить жреца выпадает в кольцо здесь так интересно потому что ход у него читает эмаляцию ну в принципе наверное правильно в том плане что готово мешает он прокрепиться ну то есть если бы хуман продолжил крепиться он тут всех рабочих проебал бы ну это интересно на самом деле то есть вместо моноберна он зачитал эмаляцию чтобы вот не дать закрепиться очень нестандартное такое решение мне нравится на самом деле то есть здесь вот можно еще будет заход сюда то есть он оценил увидел что нету магической вышки я думаю он еще сюда забежит сейчас отлежится сапоги возьмет какие-нибудь может берсерк перекупит ну не факт конечно но имеет место быть сейчас посмотрим не стал перекупать да хуман чё сам тоже перекупать не будет это все понятно экспант пошел ставить хуман на т1 ну все адак только рад этому сейчас который ауф добавит будет боли сделать не знаю там наверное не будет особо как-то пробует мешать ну может там покоцы как-то архимага там жреца пробует добить ну нет он здесь ничего уже не добьет никого поэтому он сейчас просто за сапогами потом на базу подлечиться ну хантеровс конечно попробует что-нибудь нахалявить тут такое на самом деле ничего он здесь не сделает я не знаю что он тут может сделать ну максимум там как-то мозолить глаза туда-сюда ну это пока то есть сейчас дак просто его в страхе держится вернется снова сейчас просто демон захилится что немножко ускорить ну смысл просто смотреть на бегущего демона не вижу вот здесь экспант пошел первая вышечка магическая да как я и думал ну против панды там под тушью все понятно вот хуман ресурсы под ноль как бы особо вышек поставить большие не может потому что у него экспант строится готово и все такое так ему вначале неплохо тут лесопилочка пошла ну поздновато конечно хотя бы то что есть уже неплохо так это все палец скрытыми контресами вот ультравижен я вот не знаю сделался не сделался я проглядел ну скорее всего наверно сделался вот ну здесь вот т2 доделалось первый грейд на атаку уже сейчас доделается и пошли первые полистры вот это да так приходит здесь и под эмаляцией начинает сжигать рабочих интересно конечно шаг такой еще все сейчас наверное эмаляцию пора уже выключать потому что хотя он тут он видит так что вышка сожжет поэтому смысла не было выключать ее вот у меня манта особо не оставалось ну и все сейчас здесь какие действия от дага будут сейчас он копит просто баллисты вот ахуману мешает как бы спокойно жить крепиться то есть в рабочих сейчас наверное будет залетать под хантрами ну все в принципе понятно да магическая вышка никакой угрозы для хантрес не представляет в явном виде вот ну хуман тут что хуман может прокнуть на какую-нибудь книгу опыта вот хантресами неплохо забегает еще одного рабочего минусует сейчас попробует жреца наверное убить жреца хуман ну не скажу что контролит так как нужно поэтому он его теряет сейчас можно еще марвелка добить синего попробовать но не успевает здесь так тут книга сил плюс два поэтому не особо на самом деле он и потерялся ну тут если бы книга опыта была было бы конечно обидно но он бы никак ее не спер бы даже если бы был бы грейдный рюкзак вот это ж не рейн оф хаус где можно было книги в адвентаре и следование носить тут другая история ну вот сделали согреть на остальные снаряды это чтобы баллисты не промахивались стреляли там сплэшем были таким крутым ну и второй грейд он на атаку да сделал с могущества луны и все сейчас доделается еще две баллисты я думаю так пойдет пушить это чем то похоже на его страту за андетов пушдистрами только здесь у него пушка ну нормально антрес как бы тактический а баллист такой боевой у них пробивной вот здесь хум он начал т2 делать ну как начал он вывод его начал где-то минуту назад примерно ну а так чисто на вскрытку да то есть у него больше половины уже сделался покупает здесь мерков кому может ну вот гнолей можно было бы закрепить наверно хотя у него 3 уровня не так есть можно было бы здесь лавочку лавочку влепить какую-нибудь там не знаю грузницу было бы неплохо сделать там рифлов добавить ну вот Адак сейчас делает панту даже не дожидает своих товарищей там баллисты подъезжает вот я вижу ну и все сейчас будет замес правда вот встречаются они на центре баллисты сзади расстреливают хумона вот первый футмен уже вот выпустил кровяку так сказать ну все здесь 4 баллисты едут сейчас будет так насиловать я чувствую без вазелина просто сейчас проверю стрим у нас идет ли да все у нас хорошо отлично так картонная дворка не наблюдается блять ну все сейчас просто я думаю не буду расти лукаво будет мейн хуярить сразу четырьмя баллистами а здесь рабочие никак не отлечат тем более сейчас панта еще будет чуть-чуть впрягаться дышать ну тут хумон еще тупит поэтому сейчас все мякини сочинить это минус экспант стабильно вот хумон решает экспант отдать арканицы ни хрена вообще не строят ни рифлов ни арканицы вообще ничего не строят это вообще косяк дикий конечно от хумона ну хумон просто не ожидал такого а так было видно постройка завершена а так просто на пофиг дальше делает эти самые баллисты хотя вот я вижу лорницу построил там подряд каких-нибудь наверно вот рабочие стоят такие внутри так это так это видит ну все сейчас он гвардовскую снесет там можно столько их накосить а вот просто ждал хумона видимо ну все сейчас будет хитонрайт такой небольшой если хумон будет прорваться ну вот первая трядачка имолейт импровит панда еще дышит отводит здесь вот одну баллисту пока вот путмены бегут они разлетаются под конечно залпом баллисту надо ремонтировать эту баллисту сейчас просто расстреляет от этих несчастных хумонов баллисты просто два счета бах минус турляка третий демонхантер ну это удаляет на самом деле хотя вот он правда потерял ну это чисто одну баллисту на такую армию это все фигня имба шип пишет хумон и выходит я думаю имба баллисты злой докулич расхуярил хума река ему вы относится неallas я get вообще ни вес я глаз Я вот сейчас всех рабочих проребят еще. Кум, он восхищается стратегией Даха. Ну, как, в принципе, и я. Я не знаю, он на чистого сердца или нет. Вот, я-то от чистого... О, поносный голем пошел у нас. Поносный голем. Вот. Ну, все, здесь можно экспандаж было построить, на самом деле. А Дах собрался, видимо, крепить угол. Угловую точку вот эту. Не знаю даже, что он там хотел. Так. У нас, получается, следующая репка. Это тоже Нэх. И здесь Angry Bird против Жохрана. Ой, а вот это вот здесь вот я, наверное, все-таки воспользуюсь помощью Ватриарена и посмотрю, кто из них Дак, а кто нет. Так, Жохрана. Сейчас посмотрим. Да, Жохрана это Дак, скорее всего. Угу. Да. Все понятно. Хотя... Да-да-да. Все понял. Так. Сейчас. Секундочку. У нас тут просто... Одна задумочка есть. Так, 23. Да. Так, ну что. Ну, забавляем нашу трансляцию. Ну, поехали. Жохрана это Дакулич против злой птицы. Это получается товарищ эльф. О! Здесь фастовый виск подлетел. Ну, я не знаю, для чего конкретно. Ну, я полагаю, наверное, построить Алоф. Алоф на базе у Дакулича. Это интересно. Да, действительно так и есть. А Дак... А Дак просто крипт. Он... Он его заебало так делать. Он... Ну, как вот. Он же сам так строил. А сейчас, ну... Хотя, блин, может это все-таки Дак... Не, не, мне кажется, все-таки... Ну, Жохрана это Дак, судя по статистике на арене. Готово, готово. Ладно. Посмотрим. Мне просто Дак говорил, что его заебало играть по своему стандарту. Он играет сейчас по стандарту, который большинство эльфов откатывает. Поэтому как... Мы сейчас посмотрим, заодно, когда как отбивается от этой темы. Я думаю, товарищам-новичкам особенно будет полезно. Да и не только новичкам, наверное. Вот. Отвечаю здесь своим вторым бараком на своей базе. Вот. И... А этим бараком возвращается сюды тоже. То есть, без крепежки. Интересно. Вот. А здесь подма пошла и... Масс... Масс, масс, масс. Постойчиво умный колодец. Подхантрес, короче, задел какой-то. Вот. Демон пока что-то стоит, курит. Не знаю почему. Видимо, ожидает героя. Он отберн здесь пошел. Не очень понимаю, зачем. Ну, хотя, видимо, все-таки, из-за того, что мало жизни у нее. Видно, там, когда второе ло получит, у нее не будет столько бедных стрел. Я не знаю, если честно. Зачем он отберн делать на героя, у которого аура прокачена. Пускай Даг сам потом объясняет. Ну, и все. Ну, здесь, получается, достраиваться один а-офф. Вот. Второй, как бы, это. Почти докопался до базы. Здесь беспомп типа блочит. Ну, старается как-то подблочить, чтобы не прогрызлись деревья. Здесь Даг прибегает на базу к эльфу. Будет пытаться что-то отменить. Ну, не особо получается, если честно. Пока что. Вот. Ну, здесь Хантер Стоун, все понятно, в принципе. Вот. Попыточка сломать мой вэл. Ну, я не думаю, что получится, потому что здесь виспы, как бы, есть, которые это все дело отчинят. Хотя, как знать, если вот этот Даг будет законтроливаться с этим бараком, то проиграет он здесь. По размену. Хотя, тут сейчас этот Даг даже тоже не отводит почему-то. Я не знаю почему. Ну, хотя вот он типа на пофиг пьет уже. Да, ломает лоб. Вот так вот. И здесь тоже теряет свой ауф. Ну, тут Даг что-то жадничает, по-моему, все-таки. Не знаю, с чем это связано. Тут еще... А, подождите. Это же барак Дага, блин. Я что-то туплю. Это же Даг барак построил. Стоп. Я что-то вообще ничего не понимаю. Давайте пересмотрим. Что-то я как-то... Ну, это чисто мой косяк, что я Эльф Меррор как будто путаюсь немножко в зданиях. Сейчас еще раз пересмотрим тогда, что вообще произошло. А, это первый барак. Просто так, видимо, слишком много бараков построил. Я поэтому что-то подрастерялся, мальца. Так. Вот первый барак у нас. Здесь будет второй, насколько я помню. Да, вот здесь, по-моему, построят его. Вот. А здесь Висп, наверное, третий въебет. Сейчас посмотрим, в какой момент. Я что-то реально подумал, что это все-таки тот Эльф поставил барак. А это, оказывается, так поставил. Да, интересно. Постройте лунные колодец. Ну, сейчас, наверное, перемотаем чуть-чуть. А, вот она. Да, поставил барак. Интересно, интересно. Я просто вот реально, ну, так вот, просто видно было по динамике, да, чтобы раз контресс пошел, под матом, все дела. Ну, значит, типа, масс конторы, там, вся фигня. А тут, вон она что, Михалыч. Все понятно. А я думаю, чудак стоит, когда этот бьет в барак. Что-то, думаю, не то. Все понятно. То есть, он достроил барак, и барак бил спокойно. Вот так вот. Я, блин, реально, смотрю, барак вот так вот навешивает с вертухи. Я думаю, вот по демону он бьется. Лол. Не, ну, тогда все понятно. Два в Испании отчинили. Все, как бы, по скиллу. Отлично. Ну, и здесь, считай, сломал. То есть, он, как бы, ответил агрессии на агрессии, только такой, поздней агрессии, скажем так. То есть, не сразу въебал, а так, типа, стелс такой, ауф, который уже полностью, можно сказать, окупил. Готово. Вот здесь. А, вот здесь все-таки. Ну, вот хитрые эльфы, они везде, где только можно по всей карте будут ауф расставить. Он мог даже где-то здесь въебать, там, допустим. Ну, тут про The Hunter Hall только вмещается. Ну, это так, чисто, угораем уже больше. Просто эльфы имеют тенденцию к тому, чтобы где-нибудь въебать в хитром месте. Все. Ну, я думаю, так тут понял уже, к чему ему готовится. Поэтому он уходит в The Edge, делает протектор специально, чтобы у вас хантрами, там, ну, штуки, штуки, там, четыре, допустим, да, вот сейчас не пришли, как-то не запушили. А если, допустим, эльф сейчас придет с двумя хантресами, так отобьется под Moonwell. Ну, перемотаем, я думаю, это все понятно, как бы, то, что сейчас происходит. То есть, тут еще лучница палит. Выходы эльфа. Так, это замечает, вот здесь вот, что эльф побежал. Сам бежит на эльфа. Ну, так, не боится, потому что здесь протектора на базе. А вы этого эльфа увидите, что нету протектора, он ему сейчас сломает алтарь. Вот на телепорт развел уже, уже, как-то профит дополнительный. И все, здесь минус алтарь будет. Эльф в итоге с носом остался. Отчеркну, даже несчастную не убил. Ну, все, здесь Тер-2 доделался, пошли баллисты, пошел грейд на стальные снаряды. Так, все, оббежал, типа, кругом, хотел, наверное, закрепить. Но эльф, как бы, уже не позволил ему такую наглость совершить. Так, здесь бегает, чекает, наверное, ну, возможные, то есть, экспанды какие-нибудь. Здесь, типа, разводят специально, тянет время. Оно и понятно. Хотя здесь вот, вот, Арчерка и заметил, что три виспа полетели. Злой эльф собрался застрелить, да, с тремя виспами. Вот, Арчерка все это дело запалила. Здорово. Исследование завершено. Хотя я бы, например, все равно бы на пофиг полетел бы застраивать, знаю себя. Вот, эльф. Не такой дерзкий оказался. Вот здесь баллисты тоже делают сон грейдбердс. Хотя вот, я не знаю, это, возможно, даже косяк точки сбора. И я не удивлюсь, если он про нее забудет. Хотя, не факт. Тут вот две хантрессы побежали за Арчеркой, потерял эльф сходу сразу одну хантрессу. Наши воины. О, да, застройка. Здесь, в принципе, тоже эльф ебал протектор. В принципе, интересно, конечно, шаг. Но, он остался на Т1, следовательно, по грейдам будет проигрывать. И по грейду на полисты будет проигрывать. Ну, а так здесь отбивается спокойненько от застройки. Наши воины. Потому что он видел. Да, эти дерзкие виспы побежали. И здесь еще без героя дерется товарищ. У нас Энгри Горд. А под матч что-то где-то застрял. А, он побежал до магазина. Купил невидимость. Купил такую тему. Посветочку. Купил свиток лечения. Ну, очень интересно. Ну, не знаю, как он его собрался пушить. С такой армией. Смешно, не знаю, где-то. Удак уже большая армия. В принципе, у меня десятка. Вот, здесь и баллисты сейчас доделываются еще. То есть, шесть баллистов будет. Ну, давайте посмотрим, как Львов собрался. Ужас. Это же смешно. Я вижу, как сейчас все просто мясо разлетится. Это пиздец, блядь. Хе-хе-хе-хе. Это просто... Ну, Мунвелла даже не спасают. Здесь можно его попробовать как-то подлечить баллистом. Подремонтировать. Вот, пиздец. Хе-хе-хе. Я, блядь, бессмертко не могу на это смотреть. Ну, так, тут чуть-чуть хит-н-райзит. Прям вот совсем чуть-чуть. И спаймиси помогает, как-бы. По герою уже даже стреляет на пофиг. Вообще пофиг, кому бить, на самом деле. Как будто вообще через атаку посылает, не заморачивается. Ну, и все тут гг. За 9 минут изи. Надеюсь, да, сцена была нормальная. Хорошо. Так, продолжаем тогда стримить. Что там? Амазония. New, act, new life. Kiss my neck. Целую мою шею. Против новый аккаунт, новая жизнь. Так, ну, тут надо тоже посмотреть, конечно. У меня нет стойкой уверенности. Но я могу предположить, что все-таки тлую мою шею, это все-таки так. Хотя, не знаю, сейчас будем смотреть. Да, это так. Почти уже 100%. А здесь, как бы, ну, так бы не стал такой сопливый ник делать, как сделал Undead. Поэтому я думаю, что это не так все-таки. Да. Ну, хорошо. Так, поехали. Снимаем нашу цену. Вот, и поехали. Карта Амазония. Ну, неплохая карта, в принципе, для эльфа. Для Undead она не особо хорошая. Ну, как? В принципе, контактная. Можно навязать бой. Эльфу не так просто экспант здесь зачистить. Из-за того, что здесь голем стоит. Вот. Но, с другой стороны, тут есть лесопильщик, которого может чуть-чуть что нанять. То есть, Харас, Андеда. Если хорошо, конечно, прохарачиваться, это ГГ. Но, в принципе, если охарачиваться по-среднему, то эльф может купить Шреддера и как бы нивелировать свои отставания по Терео от текущего уровня. Ну, не знаю. Здесь так вот пошел в Орденку. Кажется, он говорил, что на этой карте любит в нее играть. Ну, то есть, он потренился. То есть, ее оттренил и играет вот на... А и, вот я знаю, на Теренасе играет. Ну, на Эхо, наверное, тоже можно не играть против Андеда, потому что там может выпасть на Меркенарии именно амулет маны. И уже тяжело очень Андеда. Можно сказать, даже ГГ из-за такого артефакта. Ну, не всегда, конечно, но очень высокий процент, так сказать. Ну, все, здесь пошел криппинг. Вот, Андед у нас во что? Андед Финдов пошел. Ну, неплохая стратегия, в принципе, неплохая. То есть, я раньше очень скептически к ней относился. Вот, а потом мне так объяснил, что она не такая уж и плохая, потому что Андед в таком случае не отстает по криппингу по уровню от эльфа. Вот. Если, конечно, эльфа его не напрягает. Но даже если эльфа его напрягает, Андед потом все равно его догонит по уровню. Вот. А то, может, где-то даже и перегонит. Ну, перегонит это я, конечно, загнул, но... Вы поняли. Догнать вполне может. Здесь сразу второй барак достраивается. Такое очень интересно. Ну, то, чтобы Варя нон-стоп крепилась, получал третий уровень. Вот. Этот барак, он, естественно, не выкапывает сюда сразу только экспанду. Ну, потому что он понимает, что Андед может прийти, его как-то там запушить. Хотя, вот он сейчас заметил, то, что тут Финды, наверное. Не, не заметил. Он как бы не до конца прочекал. Сейчас, наверное, прочекает. Увидит, что Финды уже, наверное, примет решение выкупить барак. Ну, сейчас посмотрим. Здесь диспеллер двух скелетов сразу. И уже грибим посложнее у товарища Андеда здесь. Здесь попутчика была забрать товарища маленького трейс-уровня. Не знаю, здесь Варденко что-то уже успел прокачать. Ну, вот я так глянул, наверное, все-таки Кортика. Он хотел бросить его. Ну, мне так показалось, по крайней мере, по анимации. Точно не могу сказать, но, скорее всего, Кортик прокачал, да. Второй скилл пока не качал. Еще никакой. Ну, скорее всего, это будет фан. То есть, Блинк будет прокачан в случае, там, окружения какого-нибудь. Ну, и все такое. Вот, Андед здесь как может прогоняет Дака. Вот, продолжает крепиться. Дак старается ему в этом помешать. Потому что третья ДК это проблема для Варденки. В какой-то степени. Ну, вот здесь по уровню, по крайней мере, не сравнивали. Здесь можно было бы, конечно, ВИСПА еще одного подвести. Вот, ну, видимо, так посчитал, что это будет слишком большая просадка по дереву. И не стал второго ВИСПА подводить. Ну, заранее, естественно. Не сейчас, а заранее. Можно было бы тогда по динамике четырех скелетов поддиспейлить. Это уже минус шесть скелетов. Это целых семьдесят две экспы. Ну, фактически, это убитый финц и скелет, можно сказать. Вот, ну, а так, тем временем, тут подстраивается АОФ. Ну, точнее, он вэкапывает его. И начинает криппинг здесь. Не могу сказать, что я уверен, что здесь будет третий уровень. Но, очень на это похоже, в принципе, что здесь будет третий уровень, да. Либо очень близко, так, к третьему. То есть, ему останется только вот эту точку забрать, и все. И будет третий уровень. Посмотрим. Мне кажется, все-таки не будет здесь третьего уровня. Не будет, чуть-чуть не хватит. Вот, а, андет, чего, андет, крипится. Вот, забрал первых кабольдов, сейчас вот, этих будет забирать. Наверное. Глазик, что-то он не ставит почему-то. Странно. А, вот, пытается скелета как-то на халяву отжать. Да, убивает скелета одного. Все, вот еще одного скелетика убить, и варя третий получит. Андет пока третий не получил здесь. Ну, не знаю, здесь он зря под колодцы лезет. Да, как это, я думаю, слышал, то, что вардец поставил андет. Наверное, купит просветочку какую-нибудь. Или здесь просветит, через обсерваторию. Вот. Не знаю, или забьет вообще на это дело. Вот, а андет здесь продолжает криппинг. Сейчас Т2 у него заделается, не знаю. Ну, вряд ли он возьмет наглую. Думаю, будет лис, паст Т3. То есть, такой пуш. Вот, а здесь он бежит даже до сюда. Интересно. Вот, конечно, так. Наши воины вступили в бой. Первым делом, конечно же, самолет. То есть, тут и дочка. А девушки уже потом. Вот эти. Так, ну что. Надо сейчас проверить. Да, у нас все нормально. Лучше как бы перебздить, чем недобздить, я считаю. Поэтому проверяем это постоянно. Все, здесь Т3. Пошел, вот, как бы, все эти темы. Вот. Ну, вот это чувак. Вот этот Т3 даже попозже, чем вот так. Ну, это из-за финдов, понятно, обусловлено. Вот. Надо уже бойню ставить. Надо сейчас поставить. О, здесь пропустил я, к сожалению, момент. Как его так подловил. Ну, здесь второй кортик, да, был прокачан. И, наверное, вот пан. Возможно, первый. Вот. Ну, наверное, судя по всему. Наши воины теперь в бой. Подловил он его на криппинге к обольду. Как я вижу. Ад сам тем временем крипит экспант. Молодец. Вот пан, он не берет. Ну, видимо, он хочет соло-варденку до пятого уровня взять. Вот здесь разводит он, типа, что иллюзия. Как это, как настоящая варденка. Ну, вот. Ну, он не повелся. Ну, потому что он видит, что дамага нету. Теряет здесь офф-дак. Ну, это, в принципе, закономерно, потому что он его не чинит. Там никак не заморачивается на эту тему. Вот экспант он потом поставит. Ну, это как, типа, пазар для экспанда. Назовем это так. Вот варденка возвращается, так понимаю, да? Та же самая иллюзия. И сейчас вот, наверное, койл нового, да? О, нового закинул. Прикольно. И рассыпается. То есть, развел, по-моему, здесь даже накроил нового. Молодец. Прикольно получилось. Здесь две банки. Купил андет. Спровоцировал его, да, купить банки. Сейчас здесь Варя что-нибудь купит интересное. Да, вот инвиз пошел, я вижу. И персоналочка. Отлично. Идву бы еще купил бы. Для перефекционизма вообще было бы супер. Ну и все, сейчас. Как бы у него есть кортик первый, да? У него есть фан. Точнее, кортик второй и фан первый. У нас пара калитов точно можно сделать. Сейчас посмотрим. Ну и все. А здесь еще параллельный крит. Словом, еще не такой хороший ход. Мне нравится. Так, варденку сейчас смотрим, что он тут будет делать. Сделаем одну, вторую. А, ну все, вот так. У нас один а калит точно. Стабильненько сейчас во второго запустят чего-нибудь. Вот, а здесь скриппинг с ауом получается. И первый медведь пошли уже, достраиваются. Четвертая варденка. Что-то он какой-то там уже второй скилл прокачал. Не знаю, блинк это был? Да, блинк все-таки. Но я думаю, что блинк, наверное, первого уровня, скорее. Чем второго. Хотя, не знаю, он успевает подлечиться. Он в элх койла в итоге прилетает. Ну, не сказать, что было легко, но... Большого толку с этого койла нету. Вот, и в итоге здесь так блехует, по сути, с двумя медведями. Ковыривается тандера. Здесь надо успеть выкупить, я считаю, чего-нибудь полезного. Там, арбу какую-нибудь, там, аэмшу. Обязательно. Ну, ну так и нету сейчас денег. Здесь он тыкает, просто на пофиг, тыска на это. Надо что-нибудь купить обязательно. Вот, банку маны купил, ну, было отлично. Вот, а здесь прикупает троллей, получается, мерков. Ну, чтобы отбиться чисто. И разводит здесь двойниками. Дак. Догадался. Андетт, какой, какая варденка здесь настоящая. Койл-Ноу влетает. Приджуф, конечно же, вовремя здесь вынуждает Андетт выпить даком. Бутылку плюс 500. Просто тыкает героя здесь. И двумя медведями в дыку. Вот, Дескнайт. Вот, Дескнайт, и есть, кстати, бутылка. Вот, и возвращаются здесь крипы. Женя в поиск богатыря не схватили они, ну, и прокачал, да, крюкзак. На тот момент, видимо, не было денег. Да и как-то не посчитал нужным, наверное. Вот, ну, и здесь попытка была зафокусить дыку. Он выпивает хилку. Ой, ошибается Андетт. Новый не потому. Это вот как я ошибся вчера против Эльфа тоже. Там была немножко другая ситуация. Ну, если здесь попытка опять зафокусить варденку. Ну, вот, кстати, если бы была бы мана улича, можно было бы попробовать, там, на ТП развестили, на блинку. Такое. Ну, в итоге, что Андетт. Приходится ему ТП делать. Из-за второго... Этого самого... Ну, и все, здесь получается... Наверное, все-таки второй блинк. Да, и второй кортик, кстати. Потому что только 10 ман нашли, потратилось. Вот, поэтому, ну, вы поняли. Здесь пятая варденка сейчас возьмет на этой точке. Вот, 50 лимита у дака. Он даже тоже 50, в принципе, бодрый. Но у него такая 50-ка, она... Очень мнительная, потому что ДК битый. То есть, он понятно, что он выпил эту пихилку свою, но... Тут уже и три медведя, и мерки. Тяжело будет Андетту, тяжело с одним дестройером здесь что-то сотворить. Можно даже сказать, что невозможно. Ну, все здесь, опять... Ох, красиво-красиво, чуть не убил варденка здесь. Андетт, но за это время успел потерять леща. Вот, так, немножко фыльный телепорт получился. То есть, потеряет здесь сейчас тролля. Он, к сожалению, берсерк там... Лучницу спасет. Ну, чуть-чуть. Его не подвел, как барби там. Больше наладить. Ну, мог потерять варденку. Но я думаю, он все-таки рассчитывал, что успеет прожать телепорт. И где-то, наверное, ну, чуть-чуть, может, пожадничал. Вот. Ну, хотя, может, и прочувствовал до конца, как надо прожимать здесь. Он же вроде отвел назад и блинканулся. В принципе, он, наверное, почувствовал, что по дамагу не успеет войти достаточное количество. Поэтому так вот. Но было как бы вот со стороны реально казалось, что все, мне не сваря сейчас будет. Но нет, не хватило дамага. Все-таки. И насколько я понял... Лич был, по-моему, без арбы, да? Сейчас посмотрим. По-моему, без арбы был все-таки. Да, без арбы. Ну, все равно, замечу. Немножко непонятно, как так получилось. Так выходит с лимита. Ну, чтобы не допустить. Он понимает, что сейчас Киандет, наверное, будет пушить. Вот. Здесь вот Декубу до четвертого прокачать. Хотя бы для Деспакта уже было попроще. Потому что так вот постоянно хилку жрать, это тоже не вариант. Вот. Но вот так вот, конечно, курить тоже не особо хорошо. Вот. Вот так здесь скрипжейкает. Снова. Кокус по Деке. Надо пить хилочку. Кидать койл. Тут суматоха, понятное дело. У него с ДК. Ну и все. Издевательство над Дэдом. Ну, пиздец. Еще даже голема несчастного не добил. На одну тычку чисто еще и эту, блядь, умер. Ну, пиздец. Варденка и там бежит, так, ну насрать на этих крипов, блядь. Он всех хуярит. Тут сейчас варит. Шестой получит. Вызовет еще эту штуку. Так, прям в раш уже вошел. Горячая кровь, прямо, блядь. Горячая белорусская кровь. Так. Ну что. Тут у нас трошку уже часочек стримим. Так, надо тогда тихонечку закругляться. Ну как, у нас, в принципе, есть еще три репки по плану. Наверное, их также отстримим. Просто еще по плану. Наверное, в этой рейне сыграть. Ну, я думаю, мы успеем все совместить. Так. Old Horse против Угота. Угот-магот. Ну. For a god, блядь. Но мне кажется, что это все-таки... Угот это дак, наверное. Я так предполагаю. Сейчас посмотрим. Только дак такой может не придумать. Который даже я неправильно написал. Ну да, это похоже на дако. Все тогда. Поехали. Снова любимый матчап дако на LR. Он даже не знает, что он здесь будет делать. Ну, то же самое, наверное. В принципе. Либо там здесь поставят АОФ. Ну, я думаю, что здесь все-таки хантеры будут. Готов. Да. Все-таки хантеры. Блядская ферма. Не люблю за этот хумов. О, какой интересный хриппинг. Агрессивный такой. Шо, вот здесь уже и демон хандер прибежал. Ну, как познаватый, конечно, хумов начал это делать. Все свои махинации. Устроит добить еще элему по красоте с одной тычки. И все, здесь сейчас попробует еще Агра, наверное, добить. Да, добивает Агра. В красоте сейчас еще... А, рабочего не стал добивать. Ну, может быть, специально по динамике, чтобы не подарить случайно синего Агра. Вот. Не знаю. Может быть, чуть-чуть растерялся здесь. Он обернен еще один парахимага. Истеряется еще один товарищ. Ну, и так, носилый просто, блядь. Сейчас нового коня. Вот. Кони тоже пони. Вот сейчас за сапогами сбегает. Заленишься. Вот, сюда. Беспа, конечно, обидно терять. Но придется, походу, дисплейдить. Да, он вам подождал, пока Архимаг повыше подойдет, без дисплейда. Сейчас купит сапоги. И быстро на магазин рванет, я думаю. Может, стер-клетки денег не было. Вот, а, здесь Архимаг тоже, думаю, сапоги сейчас купит. На то время клинит зеленую параллельно. А, и не успел он сапоги взять. Сейчас будет, наверное, пынить компрессы, да, по красоте. Ну, все, телепорт надо нажимать. Не отдавать же Архимаг. Не отдаст все-таки. Не, не, я не отдал. Ну, зачем до последнего тянуть, я не знаю. Наши воины стрибили. Да, терять. Ну, так, докрепливать здесь точку. Эликсир маны, ну, на продажу, на самом деле. Либо для панды. Оставить. Вот. Диман Хантеру эта мана не нужна особо. Вот. Ну, а тут что? У нас вроде бы как все идет. Ай, блядь, нихуя у нас не идет. Вот я же сказал, что ничего не идет. Все, все, стыда. Заново. В принципе, пять минут. Ну, не страшно. Я так, в принципе, и предполагал, что мы могли что-то забыть сделать. Вот. Сейчас тогда помпыренькому еще раз. Ну, поскольку аудиокомментарии были, я так чисто, то есть, акцент на основных моментах сделаю. То есть, на высокой скорости посмотрим. Вот, потому что сейчас вот на сверх таких красивых моментах я сделал помедленнее, а на простых, ну, в принципе, можно четвертую даже скорость замутить. Ну, что тут сказать. Хуман очень агрессивно крипит магазин здесь. Дак его сейчас за это будет наказывать. Добивает Элема. Вот. Сейчас будет добивать крипов. Вот, добил этого агра. Здесь отпустил. Ну, наверное, из-за того, что как раз Синий Огор вот этот. И Монобернер Химагуш. Не дай бог, не вызвал никого. Крипы заступаются здесь за Дакой, естественно. То есть, они не помогают Хуману это никак. Вот, и в его интересах весь Дак чувствует, что он передамагивает там. Ну, что там, Туаф, вот мы на сраных рабочие. С Архимагом Демон посильнее же смотрится. Вот, поэтому здесь можно попробовать Архимага затыкать. Поскольку нет Хантрессы, понедняки, ну, здесь Испа, но он далеко. Вот. Ну, и все, сейчас Дак будет залечиваться тогда, получается. Вот, а, ну, тут Хуман, вот, смотрю, на Т1 сидит. Не знаю, Т2 будет нажимать. Наверное, Т2 все-таки нажмет, мне кажется. Вот, Дак за сапогами. Здесь, да, Т2. То есть, Архимагуш будет. Все ясно. Здесь, вот, Хуман ожидал чего-то. А, у него денег просто не было на сапоги. Сейчас посмотрим, сейчас-то нормально. Да, сейчас все хорошо. Так. Все, здесь минус телепорт или Архимаг. Вот. Так, закрепка вот здесь. Эликсир маны выпадает. Вот, Хуман пока стоит, дрочится здесь. Что-то сам себя застроил, блядь. Магазин внутри базы очень зажатый играет. Ну, короче, так его за НЛП шла. На Замберу. Конкретно, так, Рака может поставил. Несколько раз. Вот. Поэтому, Хуман уже не знает, что ему делать. В принципе, что? У него есть, конечно, какие-то предположения. Ну, то есть, он же все-таки экстрасенс. Он думает, что Хуман может на Экспанде быть. Ну, короче, где-то внизу. И будет же он на базе сидеть. Поэтому он сейчас будет этому проверять. Все окрестные точки снащища снащища снащища. Начнут с Экспанда, потом это проверить. Вот он замечает все-таки хантрами. Даш, что-то здесь неладное. Успевать даже закрепить. Ну, сейчас панды будут дышать. Контресс надо прятать. Вот, одну спрятал, хорошо. Панда сейчас будет снова дышать. Так, ну, сейчас чуть-чуть паузу сделать. Нам на дверь позвонили. Сейчас тогда. Вернемся, откомменим до конца. Все, я снова тут. Тут-то. Мы сидим здесь вдвоем. Тут-то. Так. Ну, что здесь? Панда сейчас всю армию хумона сдышит. Я так понимаю, хумон ливнет здесь. Контресс очень лольный. Спрятались тут. Ну, все, тут вообще у нас все. Говно. Хумон разобран. Сейчас сейчас этот вот орля потеряет. Все, я думаю, он ливнет. Без вариантов. А, он тут застрял. Вол. Ну, видимо, Дак решил не рисковать. Мало ли, что. То есть, мы могли бы панду там зажать как-то туда-сюда, там убить. Не стал он, короче, рисковать. Он сейчас просто дождется, пока хумон дамажит сам себя. Все, пизды. Сейчас он у него, да, просто. Все, мы и гадали. Понятно. Издевательство просто какое-то, блядь, над хумоном. Красиво. Так, злой Дракул, блядь, черепоугодный. На хумонов охотится. Так, Дракуль Шиндзон. Так, у нас что получается? А, вот репка на этой самой, на Амазоне. Кримсон Ленд. А, вот здесь вот интересно. Здесь так не за свою расу, видимо, будет играть. Сейчас тогда на Акулу переключимся, но не забудем переключиться обратно. Так, сейчас. Забыл, как Кримсон переводится. Сейчас надо посмотреть, мне интересно. Кримсон Ленд. Да, похоже очень на Дака. Аккаунт. Да. Сколько, сколько. Ага. Так. Сейчас. А, Кримсон Ленд. Это понятно. Так, хорошо. Всё, возобновляем красляцию. Ну что, здесь Хумон Мирор получается. Мне доводилось играть Судаком в Кубовский Мирор. Вот. Довольно-таки сильно играет товарищ, могу вам сказать. Вот. Поэтому здесь, я думаю, тяжко придётся товарищу ОК. Я не знаю, что именно это означает. Именно ОК или что-то другое. Может, какие-то инициалы. Не знаю. Тут стандарт. Я думаю, с обеих сторон, да, ничем нас игроки не удивляют. Хотя, мне не очень нравится застройка этого товарища. Дудак поинтереснее как-то, ну. И вышка у него поздняя очень. Готово, косяк. Я готов. Конечно. Я к вашему служу. Криппингудак вот быстрее. Он ещё вот грамотный ЛС набросил. Я готов. Этих надамажил. Тех надамажил. Хорошо, всё по красоте сделал. Вот. Я готов. Этого сейчас ещё убьёт. Ну, всё, быстрее второй уровень получится, естественно. Дум, приказать. У Хумны нет до сих пор магической вышки. Это вот ошибка. Конечно же, для Мирора это фатально может ему стоить. Вот. Ну, а так сейчас сразу к третьему старается себя приблизить. У Хумн сейчас будет нам какобольный забирать. А, нет. Он решил прохарасить. Ну, типа из-за того, что у него у Сумову нету вышки. Прохарасит сам. Ну, зачем-то бочонок сломал. В компании есть бочонки, типа. Там предметы какие-то просто, не знаю, кубец цельного ты сделал. Что-то на сапоги дождётся. Кубец сапогов, так сказать. Да, вот сапоги. Ну и всё. Он прибежал, типа, рабочих подхарасить. А, тут хрена уже и не сделать. Ну, так и этот есть. Плащ теней. Можно чуть-чуть спрятаться. Пампыточка была окружитель Лема, но... Не уменьшалась она успехом. Вот здесь первый вот махач пошёл. Второй на второй уровень. Удака, правда, почти третий здесь. Он получил его. Вот. Ферму вот эту вот на центре. Хитрая. Здесь вот зря вот этих рабочих он, конечно, вывел. Хотя, Хуман испугался тут. Понятное дело, перегруппировался, типа. Выманивает с базы. Вот. Тут, на самом деле, первые Лема и сильные угрозы не представляют. Вот. А здесь уже вторые у Дакова, сейчас он вызовет. Уже. Пусть манам будет посложнее. Товарища О'Кей. Всё, он теперь будет съёпывать. Ну, тоже другу, короче. А её будет хит-н-райдит, как могут. Стараются. Вот. Ну, тут кузница пошла от товарища О'Кей. Мне-то интересно. Зачем кузница? Посмотрим. Может, под прякером что-то там, ну, грыбы делать. Ну, на мой взгляд, слишком рано. Конечно, он её построил. Очень рано. Здесь ещё чё-то ухватил и так и стоял. Не поём. Могу понять, почему. Вот. Тэчингу. Дака чуть-чуть побыстрее. Постройка завершена. Здесь Коввольдов забрал. Ну, чё-то глаза. Ни один, ни второй не ставят. Наверное, центр сейчас построит, да, глаз. С пивка никто не желает. Берём Дакбанну здесь. Ну, агрессивно будет планируется. Он закончит противостояние. Вот. Поэтому. Вот так. Он ещё и замечает. Ещё здесь нету вышки. А за это можно очень серьёзно, на самом деле, наказать. Неплохое дыхание такое. Вот. Сейчас можно позицию грамотнее занять. Туда. Наверное, забежать, допустим. Ну, там, видимо, герои не пролезают. Поэтому. А, нет. Пролезает вот здесь, вот. С правой стороны. Можно сейчас панду, конечно, убить. Товарища Кумо. Ну, не, не, даже это он не делает. В итоге всех рабочих убивает, а мудак. И Хумун находится сейчас в очень глубокой жопе. В очень глубокой жопе. На самом деле. Ну, чё-то один рабочий остался вообще. Я готов. То есть, тут вообще. Ну, так и все живы. Ну, первые уже волшебники. Вот, три штуки уже есть готовы. Пошли брякеры. Ну, как бы он, типа, лын последний свой делает. Всё это понятно, в принципе. В фокусе на жрецов. Так, сразу винтов выводится. Понятно, чтобы отбиться. Ну, вот. Жрецы потом догонули. Это вот ошибка была. Ну, ничего страшного. В принципе, Хумун здесь больше потерял. Ну, как он больше потерял. Здесь только двух футмонов пока потерял. И всё, наверное. Хумун пытается отстроить армию какую-то. Вот, себе. И у него только одна арканис. Грубая очень ошибка. Всё, короче, жрецов так потерял. Всё из-за происководил герцкого имки. Панда всё дышит. Без конца. И дышит. Вот. Хумун что-то пытается... Мне нравится, значит, двумя героями. Ну, глупо, на самом деле. Если архимаг выпивает втихую от фара просветления, чтобы побыстрее мана на Одинова собралась. Фу. Вот. Ну, всё. Вот сейчас, думаю, саново жрецов будет отстраивать. После вот этих товарищей. Снесёт здесь ферма, чтобы его лишить, так сказать, ну, качественного лимита максимального. Вот хромысиный второй путь начинает строчек. Ну, ошибка, что только одним рабочим. Не стоит так делать. И вот здесь вот то, что он так построил, как элли. Ну, элли вставил, как будто. То есть ошибка. Их надо внутри строить. Ну, либо вот там, как так, допустим, один снаружи, а другой внутри. Как поместиться. Вот. Ну, лучше, конечно, внутри. Прибегают ещё менты. Да, ну, понятное дело, потому что пуш, всё-таки вот, ну, он тоже может ментов взять. А менты, они дают преимущество. И против брякеров, и вообще, хорошо очень, так, для массовки. Продолжение уже свою форму потеряли, к сожалению. Но, думаю, это не так страшно. Здесь уже такие побегушки. Туда-сюду. Минус в магазин будет. Потом, наверное, будет фокусить вот эту штучку. Если хуман не вернётся, конечно. Застройка. Пошла. Интересная, конечно, тема. Застройка в хуманере. Но тут, как бы, даже не то, что застройка, это такой контрольный выстрел уже. Вот, по хуману. Дак уже не знает, чем его, как-то, унизить более серьёзно. Но он решил его застроить. Можно было бы, как вариант, ещё здесь главное здание въебать. Я бы сделал, наверное, именно... Ну, здесь бы где-нибудь главное здание построил. Или вот здесь попробовал. Ну, здесь мы, наверное, не поместились потом. Ну, здесь бы построил, наверное. Да. Ну, всё тут, как бы, гигачок. Ну, при всём желании, никак уже хуман не отобьётся. Вот, поэтому тут любя. Ну, чё, вот МК сейчас что-то там попробует. Ну, нет. Он, выходит, всё-таки решает, не мурыжится дальше. Не такой он мазохист, как я думал. Вот. Ну, а так показывает великолепную игру против умов. Так. Чё тут. Против ворка. Кулибин. Пинкс. Пинкс. Ноу. Саугуд. Ну, понятно, короче. Против какого-то лагер играет. Карта Тартул-Рок. Туртул-Рок. О, черепашки-низи здесь. Черепаши и скалы. Ну, что. В принципе, неплохо. Готово. Стандарта дака. Точнее, дак юзает стандарт. В талонов он пойдёт через одну рачёрку. Скорее всего. Вот здесь орк, в принципе, тоже открывается. Очевидным образом для меня. Хотя, если мы, конечно, лавку пораньше, там, в казарбу покончили. Пило дело. На самом деле. Он хочет так пусть и делает. Ну, я не знаю. Ну, вот зря, зря, зря он так делает. Лучше бы он нужен до синего забрал. Раз прибежал сюда, забрал бы уже синего и выделал. Я не знаю. Чё он хотел этим сказать. Ну, зря. Очень зря. В итоге весь, как бы, ну, преимущество всё. Просрал уже. Того же, что у него есть плейдмастер. На самом деле. Ну, всё, пора уже тэщинг сделать. Скоро. Вот у дак уже даже тэщинг. Ну, у него, правда, через одну рачу это всё понятно. Вот. Ну, так всё будет тихую крипть. Чё-нибудь ещё. Не знаю. Вот он осилит ли он агра. Да, осилит. Ну, я, в принципе, так и предполагал. Через два моно-перна, да. Кольцо ещё сраное, блин. Не повезло, конечно. Тут ещё застройка закрытая. Так, всё грамотно сделал. Всё залечится, наверное. Да, и всё. Сейчас будет глупить. Ещё снова блейдмастера. Он ещё на халявку арчеварку забрал. Наши воины вступили в бой. Так. Тут чё у нас, короче... Блядь, я уже потерял нить повествования. А, ну орк, короче, пришёл, он нихуя не нахарасил. В итоге сапоги всё-таки он купил. Здесь. Вот, вот так, тоже есть сапоги. Ну, в итоге... Так одним демоном прогнал блейдмастера трёх гарантов. Что не может не радовать. Так. Вот здесь шо? Всё замечательно. Так, микрофон у нас работает. Мы переключили схему, блядь, эту сцену. Сцену, да, переключили. Отлично. Так, товарищ Кулибин довыли. Так, ну шо тут? Я думаю, сейчас будет бестмастер взять и... Звери повинуются мне. Больфейн-то попыткам... Готово. Отменить что-то. А, вот арчёрка, где арчёрка? Не могу понять. Видимо, он потерял арчёрку. Бэм на халяву, наверное, забрал. Вот он устроит создание. Закрывает, молодец какой. Ну так, здесь сразу. Убивает одного рабочего. Убивает второго. Ошибка, что не салит никого. Стапа тоже нету, так. Он потеряет здесь беста. Ну, урок уже 100 коробочек стоит, конечно. А, лол, он вытолкнул, короче. Как-то, демон хантера, очень интересно. Вот, а сам пролезть не может. Ха, лол, через виндвок вытолкнул. Прикольно. В итоге, короче, отменяет ему здесь здание. Пролезть как не может, блядь. Да ещё. А, кабаном запер ещё так. Супер вообще. Да. А, нет, тут даже так вот пролезть не могут. Даже из-за кабана. Глаз вообще. Прикольно. Ну, всё тут, GG. Получается. Урок выходит. Можно посмотреть его статистику. Вот, ну, ой. Такие вот репки получились. Ну, что я хочу сказать. Мне больше всего понравилось. Унижали тип против хумов. И вот прикольная была игра, где на этом самом, на 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 Ихайлс против эльфа, который в хантрес пошёл и в патму так, ну, динамично получилось. Вот, остальные игры тоже неплохие, но мне вот запомнились больше всего именно эти. Вот. Наверное, в другой день несколько попозже. Может быть, на этой неделе, может быть, после этой. У нас просто куча планов, на самом деле. Вот. Продолжу серию стримов, наверное, потому что Дак предоставил там порядка двадцати реплеев, там, ну, может, пятнадцати. Вот. Сегодня мы отстримили семь. Вот. Ну, ещё как бы увидимся. Вот. До скорых встреч. Вот. Играйте в РК, тащите. Вот. И следите за новостями. Подписывайтесь на мой канал. Вот. С вами был Акулич. Вот.